МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днем ангела, дорогие именинники! Кавказ – это место на карте мира, к которому приковано внимание многих. Эта земля населена столь большим количеством маленьких и очень свободолюбивых народов, что часто внутри одного села люди могут говорить на нескольких совершенно непохожих языках. Любая проповедь в этом регионе связана с тысячей неприятностей и опасностей. Однако христианство туда было принесено. Причем принесено было христианство в эту местность, в эту область земли, никем иным, как хрупкой, слабой девушкой. Звали ее Нина. Сегодня церковь совершает память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Эта девушка была племянницей патриарха Иерусалимского ювеналия и приходилась дальней родственницей святому великомученику Георгию. Ее отец Завулон стал пустынником впоследствии, монахом, а мать стала диаконисой. И Нину отдали на воспитание одной благочестивой старицы, которая рассказывала Нине о разных странах. Любящая Бога девушка очень скорбела о том, что много людей на земле не знают Господа, не молятся ему, пребывают во тьме неведения или заблуждений. Она очень хотела пойти с проповедью в какую-нибудь такую землю, не знающую Христа. В одном из сонных видений явилась Божия Матерь и вручила ей крест, сплетенный из виноградной лозы, с повелением идти туда, в Иверию, в Грузию, куда сама она должна была идти с проповедью. Но не попала по воле Божией. И Нина, проснувшись, взявший крест этот, решилась идти туда, в Иверию, древнее название Грузии, с тем, чтобы там проповедовать Евангелие. В общей сложности жизнь Нины в Иверии продолжалась 35 лет. С большим трудом она пришла туда, начала проповедовать Евангелие, молиться за больных и страждущих. После ее молитв многие исцелялись. Нина крестила многих людей. Это очень важно, потому что мирянин, православный христианин, может крестить любого человека, совершить над ним это таинство, только не может его миропомазать. Уже при Нине, при ее жизни, в Грузии множество княжеств, множество этих мелких, небольших, этих государственных объединений принимали христианскую веру, крестились и князья. В частности, история называет имя некого князя Мириана, который уверовал по словам Нины и стал христианином. Впоследствии из Антиохии, из тогдашней Сирии, пришли епископы, священники, которые миропомазывали крещеных людей, продолжали их учить и проповедовать, начали строить храмы и совершать божественную литургию. Благодаря этому подвигу, который есть поистине подвиг равноапостольный, к вере во Христа пришли многие народы, населявшие тогдашнюю Грузию, кахитинцы, кабрадинцы и верцы и так далее. Святая Нина почитается достойно и праведно, как равнопостольный человек, который спустя несколько столетий после апостольской проповеди повторил то, что делали ученики Иисусова. Нина и Георгий делят славу самых известных святых в этой стране. Георгий, как подаривший Грузии свое имя, она называется Джорджия, страна Георгия до сегодняшнего дня, а его дальняя родственница Нина, как девушка, человек, приведший к вере жителей этой страны и просветивший тьму ее светом Евангелия. Мы рады поздравить сегодня всех тех наших сестер, которые носят имя Нина с Днем Ангела. Кроме Нины сегодня День Ангела празднуют Савва, Моисей, Адам, Сергей, Исаак и Ипатий. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...